здравствуйте дорогие друзья сегодняшним видео мы будем делать вот такую фигурку лего ниндзя надеюсь видео вам понравится так что подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео что начинаем так берем мастику красного цвета и делаем такой вот сильно тонкий его не катаю то есть это довольно таки такой толстенький лишнее так сделали теперь вот не знаю наловчилась я вот этим вот стеком не знаю как его называется правильно не могу говорить так делать вот этот вот промежуток в ножках очень неудобно как я это делаю прикладываю видите уже такая девочка образовалась с другой стороны и вот так вот продавливаю вот это вот ямочку для ножек а потом уже косточкой делаю поглубже выравниваю все эти мелочи так сразу примерно высота ножек теперь делаем разрез между ног то есть это должно быть либо вы делаете по центру и потом от каждого по чуть-чуть либо чуть-чуть смещаетесь от центра и намечаете себе вот такую дырочку да опять же все делаем вот этой штучкой вот вывела раздвигаем вот так ножки и так аккуратненько и так аккуратненько ищем мастику на себя все оторвалась косточкой вот этой туда залезли и все подлатали все милости вот видите получились у нас вот такие ножки и теперь у них тельце оно немножко кверху сужается лишнее и опять так вот срезала в принципе я всегда делаю первую фигурку и уже потом смотрю по высоте чтобы они были одинаковые и так на тело у меня ушло 55 грамм мастики то есть это вот уже готовая тельца и так на тело у меня ушло 55 грамм мастики она 55 грамм теперь делаем ручки сильно толстые руки я делать не буду так сформировала колбасочки такие и прикладываю отлично так так и еще если вам сложно сразу делать примерно одинаковые кусочки на руки то лучше всего сделать одну колбаску разделить ее пополам и тогда у вас будет примерно две одинаковых части то есть ручки будут сто процентов одинаковые ну или пользоваться весами если ваши весы показывают даже самые маленькие граммы так смазываем клеем клеем из sms сделать его очень просто просто берете небольшое количество sms замачиваете его в водичке она бухать и у вас получается отличный клей можно конечно клеить и на водичку но на sms поверьте лучше держится так с ручками закончили теперь надо фигурку установить на пенопласт берем зубочистки наживляю просто чуть чуть наживила и наметила себе где она будет стоять потому что если сразу тыкать можно деформировать воткнула и потом уже аккуратненько насадила куда же можно еще насадила на зубочистки можно сделать еще тут такую складочка на руках теперь подготавливаем нашу фигурку вот так вот заделаем чуть чуть ноги к голове так берем к сок мастики вот так берем сок мастики я уже вижу, что это ломала вот так то есть у них голова получается вот эта масочка должна быть по ширине плеч практически скатали так сразу более-менее такой острый краешек сделали сильно прям острый не надо у них там нету таких острых концов но чтобы было видно что это вверх это низ так и приложили мне нравится по высоте не имеют уже одинаковые чего я и добивалась так теперь переходим к следующему этапу будем делать место для глазок снимаем снимаем нашу голову и приблизительно по центру делаем место где у нас будут глазки вот так вот такие углубления делаем мастику мастику аккуратненько так вдавливаем туда чтобы получилась вот такая вот ямочка в нее мы вложим мастику белого ой белого пускай заговарить желтого цвета так на голову у меня ушло 42 грамма делаем впадинку примерно она будет по серединке нашей головы там будут прятаться наши глазки так аккуратно сильно только не давите чтобы мастика не деформировалась чтобы голова была нормальная то есть аккуратненько продавливаемся туда создаем такое углубление чтобы здесь были наши глазки можно конечно просто кусочек приклеить вот так не заморачиваться но посмотрите как это смотрится сбоку вообще некрасиво да а если мы потратим немножко своего времени и сделаем вот так да то есть такой формируем прямоугольничек желтого цвета и вставляем его в наше углубление то есть смотрите да уже намного лучше так аккуратненько все это дело стеком придавливаем сильно прям прям не давим чтобы все стало на место аккуратненько вот здесь сюда приравниваем потому что когда мы будем рисовать глазки очень важно чтобы была ровная поверхность не бугристая так все сделали одеваем голову обратно и теперь можно сформировать вот эти вот складочки то есть тоже вот так вот не сильно вдавим делаем складочки вот 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 то есть прям прям сильно давить не советую чтобы не деформировать голову аккуратненько вот так вот создаем эффект складок еще мне нравится делать вот 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 так здесь по бокам то есть способ очень простой даже справиться новичок вообще то есть очень просто а олега сейчас довольно таки популярный мультик у нас опять очень часто у меня их заказывают так все теперь делаем ручки берем кусочек мастики черного цвета сразу намажу клеем место где будут наши ручки крепиться почему я люблю мазать чуть раньше чем буду клеить потому что клей должен немножечко подсохнуть вот когда он слегка подсох он такую очень хорошую имеет липкую основу получается и приклеиться детали намного лучше чем если жирно намазано и клеишь она потом отваливается так и вот колбасочку одеваю вот так на стык формирую эту ручку и приклеила еще колбаску опять одеваю стык видите она как раз очень удобно очень удобно и опять прижала приклеила все наши ручки готовы приступаем к прорисовке деталей итак начинаем рисовать сначала глазки берем обычный гелевый краситель черного цвета я пользуюсь америкон можно использовать продукты все что вам удобно и начинаем рисовать такие глазки рисуем сначала бровку потом к ней добавляем наш глазик лучше всего это рисовать одной полосой то есть кисточку приложили и протянули по белок белок делаем из кусочка мастики поэтому рисовать его не буду так дальше рисуем кофточку нашу то есть смотрю на картинку и пытаемся сделать что-то подобное на нашей кофточке я прям сильно уж не заморачиваюсь по этим деталям то есть что-то примерно подобное без фанатизма вы можете по заморачиваться если хотите в принципе на совсем уж там мелкие детали я вот обратила детки внимание не обращают да то есть когда они приходят забирать тортик то сам факт что фигурка они видят она похожа и вот такие уже прям заморочистые детальки конечно можно позаморачиваться но мне кажется это зависит от того если у вас на это время тоже желание именно вот именно по данной фигурке не заморачиваюсь так сначала я рисую все черные линии потому что тут очень много таких темно-бордовых рисую все черные рисую все черные и за счет того что я рисовала эти черные линии красный цвет станет немного темнее и получится вот самый эффект такого темного бордового цвета так теперь рисуем такое как-то огненный тут человечек не знаю на сколько у меня уж прям получится но опять же я повторюсь я не заморачиваюсь именно по вот этой вот мелочи так манёточку сделала теперь красный белевый краситель и прохожу вот тут мы заполняем пустоты на стеке красный все сливается воедино так и теперь по центру желтая вот эта вот маска все сливается и вот 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 Так вот, что-то такое, и теперь уже еще раз черным цветом в маске прохожусь по началу, так, еще раз глазки, нити и вот такой носик в этой маске. Так, ну и осталось теперь сделать блики на глазках. Так, еще раз подровняю вот тут, берем мастику белого цвета, натягиваем вот такой конус и отщипываем маленький кусочек белой мастики, вот такая крошечка. Ну и стыком. Ну вот так вот уедается под сухопок. Так, еще раз. Такой маленький кусочек на два. Вот такой у нас получился Лего и Ниндзи. У меня сегодня целая бригада, но они на тортике. То есть вот они все такие. разные будут украшать мой тортик. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии, понравилось вам видео, не понравилось. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока.